Комфорт и безопасность жилья для многих из нас играет ключевую роль в жизни. Причём важен не только комфорт на личной территории, но и на общественной. Жильцы частного сектора по улице Зои Космоденьянской в Черкесске об этом комфорте забыли уже давно. Ведь дорога к их домам больше всего походит на перекопанное поле. По ней, как говорится, ни пройти, ни проехать. А всё потому, что асфальта на этом участке никогда не было. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, однако дорога так и осталась рассадником пыли и грязи. Примечательно, что здесь живёт немало пенсионеров. А Нина Юрченко и вовсе труженица тыла. Ей 93 года, и именно она обратилась в нашу редакцию с просьбой о помощи. У нас проблемы с дорогой. Перековыряли её, водоканал. Ничего не сделали. Вот ямки, сами видите, ямка за ямкою. Сколько лет нам обещали асфальт этот. Никто ничего не стелит, не проезжает. Теперь только надежда на вас. Никто ничего не говорит никогда. Вот это перековыряли, уехали на том всё. Никто не появился, никто ничего. Тут кто сам закидал, а кто он до сих пор по раскиданной люке. Нам асфальт надо, срочно асфальт надо. Местные жители уже давно отчаялись дождаться ремонта. Своими силами пытались разровнять дорогу, но заасфальтировать её на собственные деньги уже не могут. А учитывая, что она носит имя Героя Советского Союза, собственникам вдвойне обидно, что эта территория до сих пор не обрела презентабельный вид. Такая улица связывает Октябрьский центр. Тем более такая улица знаменитая. Вот мои дети все знают, что бабушка – это же Герой Советского Союза. Внуки знают, уже правнуки знают. Несколько месяцев назад на этой улице прошла замена водопроводных труб. Сотрудники водоканала свою работу сделали. Но должны ли они отвечать за кривую и вдоль да поперёк перекопанную дорогу. Наши вины по тому, что не асфальтирована дорога, там нет. Она-то не была асфальтирована, по большому счёту. Когда мы туда выехали, значит, менять нашу линию, которая находится в непригодном состоянии. И много очень жалоб было по понижению давления на ней из-за того, что она вся уже прохудилась. Мы её заменили. И на данный момент и люди довольны, что и давление у них поднялось, и качество воды улучшилось, и всё остальное. А асфальт должны были после нас положить. На самом деле ситуация может разрешиться уже скоро. Ориентировочно к началу осени этот участок наконец-то заасфальтируют. Ведь улица попала в городской список благоустройства. Осталось лишь дождаться своей очереди. Мы осенью подготавливаем список автомобильных дорог, которые подпадают по национальный проект «Безопасные автомобильные качественные дороги». Делаем рассылку во все ресурсоснабжающие организации для того, чтобы они заменили свои сети по необходимости. И в связи с этим АУ «Водоканалом» были запланированы по улице Зоя Космодемянская замену ветких сетей. После чего будут выполнены в рамках национального проекта асфальтирование данной улицы. Словом, жильцам остаётся набраться терпения и ждать. Благо, недолго. Но мы продолжим следить за развитием событий, пока проблема с дорогой наконец-то не канет в лету.